Здравствуйте, друзья! Намаскар! Вы смотрите 216-й фильм моего индийского блога на канале India Magic TV. Меня зовут Олег, я вам рассказываю о своем пребывании в загадочной и интересной стране в Индии. И мы с вами продолжаем прогулки по священному городу индусов Вриндаван. Я во Вриндаване вышел прогуляться. Время 4 часа, 16.00. И я иду по Парикрамной дороге в сторону Кешигата. Туда, там Кешигат. Позавчера здесь вечером началась буря настоящая. Подул ветер. Ну такая, как бы, пыльная буря, которая постепенно перешла в грозу с молнией к вечеру. Когда совсем стемнело, пошел очень сильный дождь, молнии сверкали непрерывно. Я первый раз такое в жизни видел, чтобы молнии вот так сверкали, что можно было при них, наверное, читать книжку при этих молниях. Дождь слил почти всю ночь. И на следующий день было солнышко во Вриндаване. Но было уже не так жарко. И сегодня вот не так жарко. По сравнению с той погодой, которая уже восстановилась до того, как вот эта гроза прошла. Гроза немного сбила максимальную температуру здесь. Коза сбила максимальную температуру и уменьшила пыль. Прибила пыль к земле. И вот сейчас очень приятно прогуливаться по Вриндавану. Не очень жарко. И не очень пыльно. Интересно, что вот это за дом. Видно, что его реставрируют. Какой-то очень старый дом. Давайте заглянем, если не выгонят. Как здесь прохладно и хорошо. Какое интересное место. Я сотни раз проходил по парикрамной дороге мимо этого дома и ни разу не заглядывал вовнутрь. А здесь внутри так все мирно, спокойно, даже прохладно. Шанти-шанти, как говорят индусы. Все выдержано в таком вриндаванском красном стиле. Во Вриндаване очень много домов и храмов построено из красного песчаника. Похоже, это просто какой-то ашрам. Ашрам или ашрам. Как вы поставите ударение в этом слове, в принципе, не важно. И так, и так правильно. Парень по-английски не понимает и направляет меня вот сюда. Вроде как здесь я смогу с кем-то пообщаться. Там я встретил женщину, европейку, такую леди англоязычную. Я ее не снимал на видео, потому что она не хотела. Женщина мне рассказала, что это, да, это ашрам. Он сейчас реставрируется. Кое-что здесь строится. И это место как раз заточено на то, чтобы здесь жили европейцы. Здесь все будет сделано для проживания европейцев. Пока что идет ремонт. И думаю, скоро здесь смогут жить гости вриндавана. Так что, друзья, приезжайте. Можете вот здесь остановиться в этом приятном месте, в этом классном доме красивом. Вижу, что люди здесь уже живут, несмотря на то, что шумно. Ну, потому что ремонт шумно. Прямо настоящий дворец. Здесь я вижу хорошие комнаты. Отреставрированные, ремонтированные, новые, с кондиционерами. И мне сказали, в основном здесь живут европейцы. А если я поднимусь вот по той винтовой лестнице, наверх. Поднялся на самый верх. Здесь дверь, видимо, она ведет на террасу. Давайте попробуем выйти. Вот эти индийские засовы нужно смазывать маслом. Тогда они открываются хорошо. Ага, я попал на крышу. Вот это дверь, через которую я зашел. И смотрим, что здесь есть. Как здесь. Классно наверху на крыше. Ямуну видно. Вот какой красивый храм. Интересная специфика у Вриндавана. И не только у Вриндавана, кстати. Идете вы по улице индийского города. И видите фасад какого-то небольшого храма. Как вам кажется, что этот храм небольшой, какой-то маленький, невзрачный. Вы так из любопытства проходите через ворота. Попадаете на территорию этого храма. И вдруг, к своему удивлению, вы обнаруживаете, что этот храм очень большой и красивый. И у него огромная территория. И вы не можете понять, где это вообще все располагается. Как в культовом сериале «Доктор кто». Вот этот доктор летал там на машине времени, которая выглядела как телефонная будка маленькая. А внутри, заходишь туда внутрь, и она внутри была огромная. Внутри больше, чем снаружи. Несколько солнечных панелей. Конечно, для солнечных панелей нужно делать систему слежения за солнцем. Это не так уж и сложно. Тогда отдача увеличивается в несколько раз. Резные колонны каменные. Вот эти сделаны под старину. На самом деле, это современная архитектура. Вот, слышите, рабочие выключили болгарку, и сразу такое обалденное состояние. Птички поют. Ремонт, конечно, напрягает. Лучше здесь жить, когда ремонт закончится. Когда я в 2011 году приехал во Вриндаван, заселился в свою квартирку, вот эту маленькую комнату. Фактически в то время дом еще строился. Другие квартиры были не готовы. Там шла отделка. Где-то что-то еще достраивалось. А моя комнатка была одна из самых маленьких, и поэтому ее сдали среди первых. И вот, можно сказать, что поначалу я жил на стройке. Спасает в этом случае только то, что индийцы никогда не работают долго целый день. Вот до шести или до пяти они работают, потом расходятся, идут домой. Они вечером не трудятся. Поэтому к вечеру стройка затихала, было хорошо. Есть у этого и обратная сторона. Все в Индии происходит очень долго и неторопливо. Где-то в другом месте, не в Индии, такой дом, наверное, мог бы быть построен раза в два-три быстрее. Ну, а индийцы работают вот так, неторопливо, медитативно. Обязательно несколько раз едят, еще больше раз пьют чай. Это относится не только к строительству. Вообще, все индийцы делают вот так. Это такая особенность национального менталитета, видимо, обусловленная климатом. Зимы нет, всегда у них тепло. И эта неторопливость в делах, видимо, заложена уже на генетическом уровне. Людям некуда спешить, им не нужно успеть до наступления холодов, как-то вот так, исторически. Поэтому вот так, если вы в Индии работаете, если вы пытаетесь организовать какой-то бизнес с индусами, нужно все это иметь в виду, как говорится, расслабиться и получать удовольствие. Я как-то в Бомбее видел, как они снимают кино. Минут 10-15 идут съемки, актеры, все там, все крутится, вертится. Музыка играет, массовочка, все танцуют красиво. Это продолжается минут 10, потом все идут пить чай или чего-нибудь есть, закусывать. Минут 40-50 они сидят, закусывают, едят, смеются, разговаривают, что-то обсуждают. Потом могут опять поснимать фильм минут 10 и снова идут пить чай. Еще совсем недавно здесь была река, вот где я иду. Ее засыпали, отодвинули туда в сторону. Этот был гад действующий. Единственный действующий гад во всем Варендаване. А сейчас, а сейчас все, больше нет действующих гхатов. Только все, все они стали виртуальны. То есть там от других гхатов, которые во Варендаване, река ушла сама. А здесь люди постарались, убрали реку от гхата, вот от этого, от Кеши гхата. Это место называется Кеши гхат по имени страшного демона Кеши. Однажды этот демон, а он мог превращаться в разных зверей. У него были такие сверхспособности. Однажды этот чувак, этот Кеши принял облик огромного коня и направился во Варендаван. Зрители услышали, то есть, прошу прощения, жители услышали ржание этого коня и бросились искать Кришну. Потому что к тому времени Кришна уже был известен как защитник жителей Варендавана. Маленький, но бесстрашный Кришна, а он был тогда еще мальчиком, смело вышел навстречу страшному коню Кеши. Когда этот коняга попытался легнуть Кришну передними ногами, тот схватил его за эти самые ноги, раскрутил и забросил очень далеко. Я думаю, куда-то туда, за другой берег Емуны, в поля. Когда Кеши пришел в себя, вместо того, чтобы понять, что он не прав и что ему здесь, в общем-то, ловить нечего, когда Кришна рядом, вместо этого он снова бросился на Кришну. Вот так в те времена поступали все демоны. Сейчас демоны уже умнее стали несколько. Так вот, когда этот демонический конь напал на Кришну, тот спокойно засунул ему левую руку в пасть. Конечно же, демон тут же попытался эту руку откусить, но не тут-то было. Рука Кришны показалась демону сделанной из железа. И не просто из железа, а из раскаленного до красна. Для демона это было ужасно, друзья. И еще ужаснее было то, что рука стала вдруг увеличиваться в размерах. Она увеличивалась до тех пор, пока злобный демон не задохнулся и не испустил дух. Это происходило примерно 5000 лет назад, хорошее было время. С демонами тогда вот так быстро и жестко разбирались. Стоило появиться какому-нибудь негодяю, демону, как тут же появлялся Аватар, Кришна или Рама. И безжалостно уничтожал негодяя. А в наше время, некоторые называют его Кали-юга, демоны чувствуют себя гораздо лучше, чем 5000 лет назад. Попробуй только уничтожь такого Кеши, как тут же тебя привлекут за жестокое обращение с животными. Конечно, я шучу, чтобы нам всем было веселее. Но вот такая история когда-то произошла здесь, в этом самом месте, где я сейчас гуляю. Кеши был не единственным демоном, которого уничтожил Кришна во Вриндаване. Все эти демоны Вриндавана на самом деле олицетворяют борьбу с нашими собственными пороками, гордостью, невежеством, злобой и другими. А Кришна, тот, кто убивает этих демонов, олицетворяет наше истинное Я. С практической точки зрения, конечно, хорошо, что индийцы отодвинули реку от Кеши-Гата, потому что раньше парикрамная дорога в этом месте прерывалась. И Кеши-Гат приходилось объезжать дворами, узкими улочками, которые вообще-то не предназначены для движения транспорта особо. Хотя там ездят какие-то рикши, даже машины. А с другой стороны, с духовной стороны, мне жаль этого Гхата, это было единственное место, где река была у ступенек. Теперь такого места во Вриндаване нет вообще. КОНЕЦ Вот это парикрамная дорога, так идет вокруг Вриндавана, а это какая-то другая дорога, просто вглубь. Вот давайте прогуляемся по ней, посмотрим, что здесь есть. Типичная Вриндаванская мостовая. Здесь везде делают дороги вот из такой плитки. Есть вот такое красивое дерево, старое, древнее, видно. КОНЕЦ 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 А много коров. Ну, он маленький по сравнению с Исконовским коровником, конечно, с Гошалок. А так вообще-то не маленький коровник, целая ферма. Давайте КОНЕЦ 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 Вот так шлифуются мраморные плиты. Можно, видимо, даже не только отшлифовать, а и отполировать до зеркального блеска. КОНЕЦ Храм Мадена-Махана открыт, и можно сюда зайти. Здесь очень приятный сад такой. Обезьянки что-то едят. Уже скоро закат, время без двадцати шесть. Очень хорошее место этот храм. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok